И вторая часть письма. Открыл её отдельно от того же самого человека, который живёт в Ростове-на-Дону и предлагал, чтобы американские компании выходили на российский рынок. Я в отдельном видео это всё рассказал, моё мнение, что мне эта тема неинтересна. Но мне интересно, чтобы открывать свои представительства в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, для того, чтобы российские, украинские, казахские и другие граждане других стран Высшего Советского Союза приезжали в Америку на заработки, приезжали в Америку для того, чтобы эмигрировать, приезжали в Америку, чтобы поменять свою жизнь и жить им стало здесь лучше. Ну и вот блок вопросов, я сейчас буду на них отвечать. В продолжении нашего диалога я ознакомился более подробно на вашем сайте с предложением о франшизе «Русская Америка», однако там общая информация, мне хотелось бы знать поподробнее. Есть следующие вопросы. Вопрос первый. Как правило все желающие выехать в другую страну хотели бы посетить её прежде, как туристы, и поэтому им нужно оформлять туристические визы? Они, я настолько понимаю, оформляются в посольстве США в Москве. Кто будет идти в посольство с собранными с нами в Ростове документами? Если сотрудники вашего московского офиса хотелось бы увидеть некий сертификат подтверждения аккредитации в посольстве США, при этом существует возможность отправить необходимые документы посольства беспосредникам, в чём преимущество работы с вами? Один вопрос, но в нём очень много подвопросов. Итак, для того, чтобы подавать документы в посольство, аккредитация не нужна. Здесь немножко другая система, иначе, чем у шенгенских виз. И американские консульства требуют обязательно присутствия на интервью при первичном получении визы человека. И наша особенность нашей компании, что мы не только просто заполняем документы, которые делают и другие, мы ещё и готовим человека к интервью, это делают уже очень-очень мало компаний, а ещё дополнительно мы делаем консультацию адвоката, если у человека какая-то сложная ситуация, и адвокат даёт юридический совет, как человеку поступить и как увеличить ему шансы для получения визы. Конечно, у нас есть конкуренты, и наверняка и в Ростове есть компании, которые занимаются туристическими визами, но мы не совсем туристическая компания, мы всё-таки иммиграционная компания. И действительно, вы правильно написали, что туристы у нас, это в основном... Конечно, есть стопроцентные туристы, которые просто приехали в Америку, воспользовались нашими услугами по туристической визе, и потом уехали назад, и их иммиграция не интересует. Но большинство наших туристов, это действительно те туристы, которые либо приезжают на разведку, потом возвращаются и повторно уже приезжают как иммигранты, либо сразу приезжают как иммигранты, но изначально делают себе туристическую визу, потому что разведка им говорит, что им здесь понравилось, и они в итоге остаются, даже не уезжая назад. Поэтому, конечно, туристическими визами мы занимаемся, мы занимаемся этим уже 5 лет, и неважно, есть у нас московский офис или нет у нас московского офиса, у нас там есть московский офис, он никак не взаимодействует с посольством в Москве. Кстати, помимо Москвы есть и другие консульства Америки, это Екатеринбург, это Санкт-Петербург и это Владивосток. То есть, 4 места, где можно получить туристическую визу и другие визы, иммиграционные, не иммиграционные, если вы едете в США. Поэтому преимущества работы с нами, есть у меня много видео на тему преимуществ работы с нами, и то, что мы не бросаем клиента, если мы отказали, и то, что мы готовим его по нашей методике, которая уже разработана, играем как по Станиславскому специальную игру, когда ему задаются вопросы, как, знаете, космонавты, они тренируются на... они не могут в космос полететь и потренироваться, да? Это очень дорого. Они тренируются на тренажере. Вот у нас тоже есть тренажер определенный, и мы тренируем клиентов для того, чтобы они могли получить туристическую визу, потому что действительно надо сначала посмотреть страну, а потом, наверное, уже задумываться об иммиграции. Из-за исключения, конечно, редких случаев, которые бывают, экстренная иммиграция, ну, как, в частности, моя иммиграция, когда я уехал за 24 часа. Я, наверное, сейчас закончу вот этим вопросом, и следующий вопрос в отдельном видео сниму. На самом деле, вопросы очень хорошие, и... А, вот еще один момент. Я опять вчитываю сертификат подтверждения. У нас есть лицензия на нашу деятельность, и мы эту лицензию готовы отдать всем нашим франчайзерам, мы ее даем. И франчайзерам, которые только интересуются, мы готовы ее показать. Это не страшно. Лицензия выдана в штате Нью-Йорк. Это бонд. И стоимость бонда этого 50 тысяч долларов. То есть, мы имеем право на то, чтобы оказывать иммиграционный консалтинг, заполнять иммиграционные формы, давать информацию с сайтов иммиграционной службы. То есть, эту лицензию мы, конечно, даем, и вы в рамках этой лицензии можете также общаться с клиентами, где-то повесить ее в офисе и пользоваться ей. Ну, вот на этот первый вопрос я ответил. Следующее видео, второй вопрос.